Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Продолжение следует... Йоу-йоу, салют. Всем привет, ребят. Здорово-здорово. Ништяк, брат, что рад, что вкатил. Давай там, раскидывай своим. Там почти миллион просмотров ВКонтакте. 1080 осталось на Даляма дотянуть. Архангельск, привет. Да, иду домой со студии. Сегодня он, блядь, с утра там весь день, короче. Уже все башка не варит. Бразики. Хуй с ними. Когда в Ростов? Я не знаю. Когда пригласят, тогда я приеду обязательно. Сейчас работаем над новым альбомом. Завтра жду куплет Рэм Диги. Все отправляем на мастер. А там уже какое-то время для того, чтобы все загрузить на все цифровые площадки. И альбом ваш. Всем привет вновь, вновь подключившимся к нам. Салют. Короче, я что подумал, пойду я, наверное, пельмени куплю себе. Дома жрать нечего особо, а покупать что-то готовить как-то не стоит на этом. Че он так тянет с куплетом? Я не знаю. Долго-долго, да, согласен. Но дождаться надо романа. Донбасс, салют. Я вот только что объяснил, когда я выпускаю альбом. Скоро уже, совсем скоро. Бля, или не пельмени, может какие-нибудь варенички. Вареники, вот смотри, че человек пишет. В точку, прям у нас с тобой мысли сходятся. Днепр, салют. Йоу. Не ешь после шести. Да, у меня, я беспредельщик. Ем после шести. Бенджамин, да, хорошо зашел. Я очень рад, что вам понравилось. А это значит то, что новый материал вам тоже будет интересен. С кем бы фитонул из попсовых певиц. Из отечественных или из зарубежных. Слушай, да есть интересные. Ряху уже отъел. Да, хуй знает, нормально, по-моему. Фит с типситипом. Не знаю, время покажет. Кто выиграет чемпионат мира, правительство выиграет его. С лободой? Не, лобода страшная баба, не нравится мне. Фит со смоки? Без понятия. А сын в порядке, слава богу. Да, да, да. Лил Кейт. Ну, Лил Кейт есть с кем писать треки. Короче, немножко не дописал сегодня. Буквально четыре строчки. Не знаю, короче. Может, ночью дома доделаю. Либо завтра утром уже. Состояние такое недоебито, короче. С Рианой будем? Ну, с Рианой... Ну, в принципе, можно было бы, да. Узнают ли в магазинах? Ну, по-разному бывает. Узнают, бывает, нет? Ой, Максим, не, не круто поет. Мне не нравится. Не как поет, не как выглядит. Ничего мне не нравится. Чисто такая попса махровая. Что посоветую послушать? Ну, смотря из чего. Если из рэпа, то... Андерсен Пак крутой. Ну, это из последнего, что я для себя вот как-то открываю новое. С Бузовой, блядь, вот серьезно. Если бы мне сказали, вот ты можешь убить одного человека на планете, и тебе за это ничего не будет. Вы понимаете, о чем я говорю. Ну, я бы, конечно, стал ее убивать. Да просто... Бред какой-то, ебучий. Это Бузовая, блядь. Кристина Си? Кристина Си, да, интересно. Кристина Си нормально. Мне нравится, как она делает. Я помню, как-то давненько, еще до того, как она подписалась на Blackstar, я увидел какое-то видео с ней. Она там, что сама себя снимала на камеру, пела лайвом какой-то трек. И я прям вскрылся, думаю, девчонка, молодец. Как мне 25-17? Блин, я скажу, что мне никак, потому что, возможно, здесь есть те, кто слушает эту группу, и дабы вас не... как-то не задеть ваши вкусовые... ну, ваши предпочтения, я промолчу. Не нравится мне. Кроме рэпа слушаю. Да много чего слушаю, кроме рэпа. Радио слушаю. Татарка? Нет, нахуй, какая татарка? Вы что, прикалываете, что ли? Бред ебучий тоже какой-то, блядь. Татарка, блядь. А и гел, вот эта вся эта дичь, блядь. Пропихивают какой-то ебучий шлак, блядь. Голову забивают всякой шляпой, блядь, беспонтовой, блядь. Татарка, блядь. Нихуя. Салют. Всем салют. Всем привет. С птахой будет ли фит, но у нас уже есть фит, он пока еще не вышел, а там дальше время покажет. Знаком ли я с Блэки, с Банги, с Минска? Вот сейчас так точно не могу сказать. Если это какие-то молодые совсем пацаны, не факт. А если есть знакомые люди, но имена мне эти не знакомы. С кастой, ну с кастой бы я только сделал бы, наверное, со змеем, но я упустил свою возможность в один момент. Ну вот. Короче, историю такую сейчас расскажу. Когда я писал альбом «Катарсис», я предложил змее сделать совместный трек. Вот. Он согласился, мы начали выбирать какой-то бит, даже если я не ошибаюсь, выбрали бит. Он подкинул очень крутую идею на трек. Вот. И скинул мне демо. Но на тот момент альбом уже был записан полностью, и этот был трек последний. Короче, я так был запарен выпуском альбома и дописывал там последнее, то, что я подзабил немножко на этот трек. Во-первых, я не включил его в альбом, потому что он, ну, по концепции не очень туда вписывался, на мой взгляд. Но это мой альбом, соответственно, блядь, значит не вписывался. Ну и как-то не доделал, короче, я этот трек, и пиздец, короче. И потом я услышал этот куплет Змея на, на, по-другой бит, на фите с каким-то человеком, я не помню точно его имя. Короче, пиздец, проебал такую возможность сделать фит со Змеем. Мой косяк, Змею салют, респектую, уважаю этого мужика, он крутой. Альбом завтра жду куплет Рымдиги, получаем куплет Рымдиги, сводим его куплет, и отправляем на мастер. Мастер три дня, а там уже загружаем на все площадки, а там уже как, сколько? С Кирюхой Талмазским треком уйти, будет бомбой. Знаешь, какой-то момент мне нравилось, что делает Кирилл. Даже такие два этапа были. Первый этап, это когда он только начал стрелять, ну, я имею в виду, когда стал популярен, ну, на всю страну, и когда там в Альянсе эта тема была, я видел этого молодого пацана с дредами, сидя у себя в Ленске, в маленьком городке, и думал, ебать, это так круто, этот чел валит рэп, пиздец, это было для меня, ну, в такую новинку, и... Короче, я был впечатлен нереально. Вот, потом как-то я отвлекся от всего, ну, от творчества Децла. Ну, блядь, потом я приехал в Питер, мы с Кириллом знакомы лично, общались с ним, я был у него в гостях даже как-то раз со Смоки и с ребятами, вот. Но, касаемо того, что Кирилл делает сейчас, ну, мне это не очень заходит. Вот. И я считаю, что вот этот его какой-то такой биф с Баста, это какая-то нелепая хуйня. Извините. Короче, похуй. Так, с Методменом. С Методменом, да, с Методменом с удовольствием бы я сделал это. Чисто для себя и старых фэн. Йо-васса. Трек-ангел, да, хороший получился. Так, с Сэнди Картрайтом. С Сэнди Картрайтом, да, можно сделать, я бы сделал. Но это, опять же, такой момент, если мы где-то с ним пересечемся на студии, будет определенная атмосфера, которая будет располагать фит с Сэнди Картрайтом, то я не против. Вот. А так? Да хуя своих дел, треков, которые нужно писать. Нет, в зал сейчас не хожу. Вот планирую возобновить занятия в зале в самое ближайшее время. Сейчас нужно выпустить альбом, съездить там кое-куда, выступить. И, я думаю, с осени можно начать, потому что что-то, это, потолстел немного. Да и так. Чувствуешь себя заебись, когда в зал ходишь. Баскет, да, вот были в Москве немножко, покидали мячик с Сэлом. Ну и так здесь со студией иногда ходим на площадку покидать кольцо. Так, ничего, ребят, если вопросы закончились, то можно закругляться, а если что-то есть, еще то спрашивайте. Вот Зара, пожалуйста, 24 часа отдыха. Йоу-йоу. Так, ну, топ-3 исполнителя в России, на твой взгляд. Окей, сейчас скажу. Ну, это Fuse. По-любому Fuse. Кто еще крутой? Короче, да, Fuse я и, может, он еще. Миягин новый трек вышел, пока не слушал, я очень рад, что у него вышел трек новый. Куда ведет этот коридор, у каждого свой коридор, и у каждого он ведет туда, куда нужно. Передаю привет город Люботин. С ATL бы записался или нет? Ну, да, я думаю, что да, с ATL, да, были мысли о совместном треке с ним на этот новый альбом, но пацан сейчас плотно гастролирует, видимо, поэтому что-то у нас не получилось, пока ничего сделать. Какие три загадки в Гермудском треугольнике, я уже сейчас не вспомню. Я помню то, что там какая-то буква, надпись на здании завода, короче, я не вспомню. Смоки в этом списке, не знаю, к сожалению или к счастью для кого-то, к сожалению, может быть, для кого-то к счастью, в этом списке смоки нет. В Питтсбурге? В Питтсбурге не был. Насколько мне известно, Питтсбург это город в Соединенных Штатах Америки. Там я пока не бывал. Как я отношусь к творчеству Эл-Джея? Когда Эл-Джей был рэпером, мне не нравилось то, что он делает. Душный рэп. Но, когда он сменил имидж и когда стал делать ему зло для масс, я в какой-то степени даже респектую ему за это, то, что у него получается, и это очень круто. Я рад за тех, у кого получается, и который выдает какой-то продукт, у него чуйка есть на хиты, и надо отдать должное. Со скриптонитом получилось бы лютая совместка. Я не знаю, скриптонит это совершенно другой стиль, и не знаю. Я могу, конечно, сделать абсолютно любое. Похуй, вообще любой бит, любой музон я могу туда застелить. Со скриптонитом, да, интересно. Когда тур по Европе? Тур по Европе у нас не сросся, мы не поехали в Германию из-за того, что я не смог получить визу вовремя. Загранпаспорт поздно получил, поэтому мы не уложили сроки, соответственно, если мы не поехали в Германию, то там уже и все остальное. Выйдет новый альбом, если люди будут заинтересованы в организации нашего концерта, то мы готовы приехать хоть, блядь, на край света. С бесом? Ну, нет, не общаемся. Если видимся, привет, если где-то так. Ну, видимся очень редко. В Ростове. До встречи. Хэштег. Хэштег нормально, ровненько делается. Нормально. Спасибо тебе тоже успехов, Макс. Не хотел бы вживую собрать свою аудиторию и пообщаться. Но я думаю, что это невозможно, всех собрать в одном месте, потому что люди живут в разных городах. Только на концертах можем видеть и как-то общаться. Жаль, что не в Украину. Согласен, очень жаль. Мне тоже очень жаль, что мы сейчас вот так вот отрезаны друг от друга. Но я думаю, что это рано или поздно закончится и все будет нормально. В Казани был. В Казани очень понравилось. Казань, салют. Джакалип. Джакалип красавчик. Как музыкант, красавчик. САУ-74. Нет, САУ-74 нормально делают, пацаны. Но у меня такое ощущение, как будто я это уже слышал 350 тысяч раз давным-давно. И я уже как-то через это прошел и мне этот фит просто ради того, чтобы наши имена стояли в названии этого трека вместе не интересен. Харьков, салют. АК-47 или Дина Эмси-47. ДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ понравился этот чел тупо банально из-за какого-то свою какой-то своей на первый взгляд отталкивающий отталкивающий внешность но потом как-то я обратил внимание на его батл в баттлах он крутой батли против оксимирона нахуенно все сделал треки мне его не нравится ну именно форма не нравится мне кажется он все записывает так на коленочки узнает а так целом как персонаж он красавчики что я блять охуенно просто там развалил блять из себя дома это было очень круто это было по-панковские охуенно а то что он там вписался на стс там киркоров и так далее похуй вообще пиздец это его дело блять чувак чё хочет то и делали пиздец так что-то пропустил много всего так в москве был отличный концерт да спасибо большое все те кто пришел было круто душевные едут дохуенно бердянск салют сфора флэйва фит блять мы этот фит делаем уже 15 лет или 10 татищевский нет не нравится мне как не оксимирон и записал бы с ним оксимирон рэп не его не нравится опять же форму содержание вот это все блять подачи его мне не нравится но как опять же медиа единица он красавчик у него грамотная команда продуманная они все делают по красоте за это респект свои фирмовые кипари ну когда идет до дела до мерча то обязательно будем делать скепки тестенькой спрак альбом мне не зашел хотя мне нравится эйсов и вся их движуха но этот альбом не не зашел мне кажется слишком блять раздуто все это было с этим альбомом также как и альбом кого-то ткани уэст шляпа какая-то ебаная он уже совсем близ катушек этот чел слетел блять думаю что может просто попердеть дать микрофона и так будет канать в принципе это и канает потому что люди привыкли потому что и кормят хуйня и всякой у меня фидбэк у вас же есть совмест дина далее совмест дина но там не только мы с ним там дохуя людей вроде как концерты будут помимо россии я не знаю пока время покажет в рвать на битах еще будете скрипт ну я не знаю как крипал я если что готов вписаться в этот движ на битах вердянск привет что скажете то что люди хавают по псоне смысл похоже на это их дело братан гашан джио в студии братан сейчас на камчатке салют ну как тебе братчик как камча камчатка одна любовь арсен привет дес где папа стас я не знаю где наверно что-то снимает работает монтирует может быть дома отдыхает я не в курсе с буфом с буфом да возможно бы и сделал и пиф лайф где двигаешь маэстро я у себя на районе здесь в приморском районе камин дан сайт но когда скрипт он трек трек будет на альбоме когда будешь в украине ребят я не знаю когда я буду в украине я думаю сразу после того как все встанет на свои места на свои места все рано или поздно встанет ткани иллюминат какой нахуй он иллюминат он просто какой-то долбоящий а не иллюминат просто этого негра двигают люди с бабками серьезными все стима вообще не уважаешь а мне его не за что уважать стимом понимаете вот это его раздвоение личности этот пиздлявая все это срань нет может быть он в жизни хороший добрый парнишка но я говорю сейчас как рэпере и мне не нравится ни то ни другое что он делает с нелом бы записался с нелом и даже писался с нел пацан на стиле шарит в музле знает как делать с ним интересно россия хорватия мой прогноз не делаем этих прогнозов не интересуюсь футболом ростов салют когда совместно смог ему я не знаю маэстро есть или до 108 я респектую старой школе и тем и тем респект со сливом норма вести ли мне не нравится как слим стелет не знает у меня давно ну просто не прет она сам слим ровный пацан мы с ним знакомы адекватный чел все круто но рэп мне не очень заходит его на футбол на стадион нет не ходил невский берега салют я тоже здесь в букова поедешь ли на концерт диги не знаю вот мы на самом деле обсуждали этот момент с ромой касаемо мою касаемо моего приезда в букова пока этот вопрос еще открытый так скажем энди картрайт нормально про килограмм не очень мне кажется такой банальненько все серенько а пацан вроде нормально где масты дамы в ладах насчет фита не знаю мастер-шеф или бо бо это кто богдан цитамир если это богдан цитамир то богдан цитамир тоже с ним знаком веселый крутой мужик тусовщик я с ним тусанулся как мой братишка которому ты посвятил трек стать солдат братишка ему на свободе слава богу сейчас своем родном городе занимается музыкой пишет новые треки у меня в группе у меня на странице есть ссылка на его группу ну вот заходите послушайте то что он делает я думаю что чуть чуть попозже этот пацан стрельнет потому что у него есть огромное желание и короче время покажет с ним все в порядке слава богу ну как в порядке блять вышел из этой ебучей тюряги блять и все могло бы быть гораздо хуже но спортом ну если время заниматься спортом я считаю что у каждого человека находится время на то что чего он действительно хочет прям просто ему необходимо и нужно и он этого очень-очень хочет я сейчас спортом не занимаюсь но мысли у меня об этом постоянно в голове просто сейчас альбом все время у меня отнимает абсолютно все время и пиздец как сейчас не до этого так вся 253 года богдан большить своим образом дело в том что это не образ а это реально богдан и я не в курсе сколько ему лет мне кажется ты немножко прибавил ему а хотя может ошибаюсь вы его знает эсик скоту эсика не слышал сто лет скота видел недавно в питере скота вышел вроде как альбом новый я его не слушал но если кто-то из вас интересуется его творчеством настоящим подземным подземным таким рэпом то обязательно чекайте скота умеет волнутие что такое не понял как пики относишься пика красавчик мне нравится пика самобытный оригинальный волосатый молодец клип крайне зашел я рад что вам понравилось замутить рэп курсы была идея в прошлом году сделать рэп-школу с курсами с группами и так далее но в какой-то момент человек который предложил мне все это делать и брать на себя всю эту административную блять чепуху последний момент обоссался и соскочил с этой движухи они одному этим заниматься неинтересно вот касаемо того чтобы молодым как-то делиться с опытом и так далее сейчас после выпуска альбома мы начнем плотненько работать с одним пацаном молодым который тоже кстати из якутии вот талантливый тип охуенно поет охуенно читает интересно все это делает будем двигаться вместе надеюсь если все хорошо будет как так подождите 2015 был юбилей ну заебись днем рождения счастья здоровья марат сколько все еще в игре я не знаю где марат давно о нем ничего не слышал сапа 13 сапа 13 красавчик очень рад за этого пацана то что он короче забрал свой приз то что он показал всем свой охуенный рэп и то что в обычный пацан может залететь и сорвать куш сапа красавчик эл соло нет эл соло элван или эл из рил эл из рил целом у нас будет трек на новом альбоме будет для альбома типа прощай оружие очень жирно альбом строго нарепит слушай но альбом как прощай оружие уже не будет также ки не будет такого же как катарсис или когда most dangerous или как inferno каждый альбом это отдельная история будет новый альбом аврора очень скоро новый альбом элла послушал да мне понравилось атмосферно на мой взгляд именно в тачке покататься ночью с этим альбомом просто охуительно если позовет дуть пойду или нет я подумаю как он будет себя вести дальнейшем потому что какая-то его ну не короче его какие-то позиции определенные мне совсем не заходит не близки и узнает не знаю время покажет если пригласить там посмотрим открывай свой лейбл мы открыли свою студию звукозаписи аврора records на базе аврора music gang вот это что я говорил ранее то что мы начнем подтягивать молодых пацанов молодых исполнителей и но это не то чтобы лейбл будет но свой движ будет определенно а там уже посмотрим как мы это все будем позиционировать как лейбл или как просто туса аврора music gang мг подскажи битмерика так который пишет тебе биты их очень много их очень она привет скота эсики эскимоса это юг таки душевную студию совместно работах и в студии кайф до совместная работа будет уже есть как так и захочет такие выпустят душевная душевная если бы тимуца замутил бы лонг микс и позвал бы записать куплет запрыгнул бы я бы посмотрел на состав этих исполнителей то на этом он микс и что это вообще за о чем это скорее всего нет потому что это все такое блять с двойным дном у меня мне просто в какой-то момент я прям респектую респектовал тиману вообще за все что он делал в принципе всю дорогу я знаю что вы пенсии слабенький но как бизнесмен красавчик но в какой-то момент он там говорил по что типа я там доверен на лицо президента и так далее но это говорит о том что у человека огромное ответственность за то что он делает его слушает молодежь и он там себя позиционирует как такой моралист и так далее но после этого он выкладывал какой-то трек там типа хуй не хуй ебу не ебу ну просто к это конченая шляпа во первых это бездарнейшая дерьмо которая не звучит ну полная хуйня и вот это доверенное лицо президента вот такую хуйню где-то там порит ну ему нахуй и готов ворваться в наш гэнг парень в этот гэнг попадает только избранный если суждено судьбой то ты будешь с нами территориально студийка на севере города мне 34 твои треки траляля свой стиль круто читаешь от души брачу мне тоже 34 каком городе был твой самый лучший концерт жизни я не вспомню такой город потому что таких концертов было много городов было много и смоги что-нибудь не факт не знаю сбегди тоже без понятия ладно ребята мне сейчас батарейки сядет спасибо вам большое за внимание что уделили мне свое время на связи до встречи а кстати завтра кто в питере завтра и послезавтра 7 и 8 июля пройдет большой ебучий огромный фестиваль на приморской вся информация у меня есть в группе завтра этом буду среди молодых рэперов оценивать их качество выступления по разным там параметрам это завтра будет а послезавтра там же я дам свое небольшое выступление поэтому все желающие подтягивайтесь все всем спасибо конец связи